Что такое воцерковление само по себе? Воцерковление — это привод, приведение ребёнка в церковь. И в церковь не как здание само по себе, не как здание, где служатся службы, и как нужно правильно вести на службы себя. Это не первостепенные вопросы, а церковь как некий живой организм. И вот когда сталкиваешься с родителями, которые задаются вопросом, как привести, нужно ли приводить ребёнка в церковь, часто бывает как. Человек себя сам ощущает православным, родители православные, он сам себя православным. А про ребёнка он говорит, вырастет, сам решит, какой он православный или нет. Всегда хочется задать вопрос. Вы своего ребёночка любите? Да, мы любим. Вы его водите в различные секции, кружки, потом заставляете ходить в школу, потому что, говорит, это нужно ходить. Вы понимаете, что нужно развивать и тело, и душевное качество своего ребёночка, поэтому практически заставляете куда-то ходить. А вот когда заходит вопрос о душе, мы почему-то уходим в сторону и говорим, ну вырастет, сам решит. Также можно логично сказать, ну вырастет, он решит, что ему нужен английский, не нужен английский. Зачем ему сейчас заставлять куда-то ходить и зачем его вообще мотивировать куда-то ходить? Также вот и с воцерковлением. То есть, если человек всё-таки сам себя ощущает православным, то логично, что он и своего чада, естественно, захочет привезти в церковь. Вторая проблема возникает, когда вроде бы человек себя ощущает православным, да, понимает, что нужно вроде бы ребёнка привезти в церковь, но не знает, как это сделать и ограничивается чем? Просто переводит его на службу и на причастие, не объясняя ему ничего, потому что, в принципе, наверное, и сам плохо понимает, да, что происходит. Самое важное, сам не делая то, что заставляет делать ребёнка, да, естественно, у ребёнка возникает в какой-то момент вопрос, а почему я причащаюсь, а моя мама и папа не причащаются? Почему я хожу в воскресную школу, мне что-то там объясняют, а мои мама и папа этого не делают и не понимают, и дома живут по-другому, чем учат нас в воскресной школе? Вот это вот, наверное, очень большая проблема. Разрыв, да, можно так сказать, что родители всегда это локомотив для ребёнка, и они его как вагон ведут по этой жизни. А тут получается, что ребёнка начинают выводить вперёд, сами как бы не хотят, не знают или нет времени, как многие для себя определяют это, да. А вот ребёночек должен и здесь успеть, и в воскресную школу сходить, там его научат основным церковью. Это всё-таки неправильно. Любое воспитание, любое настоящее воспитание всегда начинается и заканчивается в семье. Мы должны это понимать, и должны понимать, что мы ответственны за своих детей. И как мы их научим, так они и по этой жизни поведут. Да, воскресная школа — это большая помощь. Да, воскресная школа у нас сейчас функционирует, и достаточно много туда детишек ходит. И это очень важный инструмент воцерковления, да, в коллективе, среди других детей и среди тех профессиональных учителей, которые расскажут о Боге, о церкви. Но родитель должен понимать, что он, в принципе, сам ответственный за своего ребёнка. Если он сам не расскажет и не покажет своё переживание, как он встретился с Богом, да, то ребёнок, естественно, это не узнает. А если родитель ещё не встретился с Богом в своей жизни, да, Бог не посетил его сердце, и это сердце не раскрыто навстречу Богу, то хотя бы вместе с ребёнком идти к Богу и раскрывать своё сердце навстречу Богу, и жить по Божьим заповедям. И тогда вот это вот церковление пройдёт незаметно и легко. Да, в воскресной школе расскажут, как это говорится, понятийный аппарат веры. Да, это донесут профессиональные учителя, замечательные учителя, которые трудятся в любой воскресной школе, потому что труд в воскресной школе — это как раз самое высокое призвание, потому что туда учителя идут не за деньги, а вот именно как раз из-за своего призвания, да. А вот всё остальное, да, чтобы ребёнок дошёл сердцем именно до Бога, это только со своими родителями, никак иначе. И даже не столько задаются вопросом, как рассказать о Боге. Слова найдутся, если ты, если взрослый сам знает в своём сердце Бога. Да, слова найдутся, и чаще всего, это даже не слова, а именно свой пример, да, ребёнок видит, как счастливы папа и мама, как меняются они, придя из храма. И он уже своим сердцем понимает, зачем ему ходить в храм, потому что он видит, да, плоды этого похода в храм. И он понимает, зачем ему молиться Богу, и сам своими словами уже ребёнок ещё ближе, в принципе, к Богу находится, да, и своими словами он может эту молитву рассказать. Поэтому всё начинается с семьи, и в счастливой семье, где родители стараются жить по Божию, вырастет ребёнок, который сам счастлив и сам знает Бога, и знает, кому молиться и как молиться. А, конечно, воскресная школа в этом ему поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова